Здравствуйте! На Вектор ТВ программа «Твое здоровье». И с вами я, врач Новополоско-Центральной городской больницы Павел Стальмаков. Сегодня мы поговорим о самых распространенных и опасных заболеваниях печени, о том, как предотвратить их возникновение и сохранить здоровье жизненно важного органа на долгие годы. Мать сердца – источник жизненного тепла, как только не называли печень в древности. Тогда представления о роли этой железы были достаточно смутными. Однако даже на заре медицины первые исследователи интуитивно отмечали эту огромную роль, которой печень играет в организме человека. Сегодня ученые располагают огромным арсеналом знаний о строении, функции и роли этой железы. И несомненно отмечают, что поддержание здоровья печени жизненно необходимо для человека. Прямо сейчас мои коллеги расскажут о том, какие функции берет на себя этот жизненно важный орган, и почему здоровье печени нужно уделить особое внимание. Печень – это самая большая железа в организме человека. Как правило, этот орган всем известен в контексте работы пищеварительной системы. Однако спектр обязанностей этого органа гораздо шире. В современной медицине печень называют очистной станцией нашего организма, лабораторией по выработке необходимых организму веществ или даже кладовой, где хранятся неприкосновенные запасы в случае стрессовой ситуации. В печени происходит около 500 биохимических реакций в организме. То есть это фактически целая огромная лаборатория, в которой производится огромное количество необходимых веществ для организма человека. Кроме того, печень является лабораторией по обезвреживанию различных аллергенов, ядов, токсических веществ, которые в печени превращаются в менее токсические или легко удаляемые вещества. Печень является депо крови до 1,4 объема крови, может располагаться в печени и в случае какого-то шока, кровопотери, может быстро быть выброшено в циркулирующее русло и таким образом поддержать жизнь человека. Кроме того, печень участвует во всех видах обмена веществ в организме – в углеводном, жировом, белковом. В печени также синтезируются белки крови, которые участвуют в транспортировке витаминов и микроэлементов по всему организму. И это далеко не все функции, которые взяла на себя печень. Именно поэтому сбой работы этой железы может ввести серьезный дисбаланс в работу организма и нанести серьезный ущерб множеству внутренних систем. Наиболее часто печень выводят из строя хронические невоспалительные заболевания. Хронические невоспалительные заболевания печени имеют в своем развитии несколько стадий. Когда мы говорим о самом начальном этапе, это так называемый жировой гепатоз, когда в клетках печени, нормально функционировавших до определенного времени, в силу различных причин, в нормально функционирующих клетках печени начинают происходить биохимические изменения, откладываются капли жира и начинает развиваться так называемый жировой гепатоз. Это та стадия, когда еще заболевание печени обратимо. То есть при выполнении определенных условий, при соблюдении сбалансированной диеты, исключении провоцирующих факторов, приеме гепатопротекторов, возможно нормализация функции печени. Если на начальном этапе развития невоспалительного заболевания печени не предпринимать никаких мер, то болезнь будет прогрессировать. Начнет изменяться структура клеток жизненно важной железы, а также их свойства и функции. Вместо нормальных клеток печени появятся клетки соединительной ткани и орган в целом не сможет выполнять свои функции. Даже на этом этапе развития болезни нормализовать работу печени еще возможно, говорят врачи. Главное вовремя предотвратить прогрессирование болезни. Следующий этап, это уже этап необратимый, это развитие цирроза печени, когда уже кроме того, что страдает сам этот орган, страдают и другие органы, которые так или иначе связаны с работой печени. То есть на стадии цирроза заболевание печени уже фактически необратимо. Для того, чтобы не допустить возникновения и развития невоспалительных заболеваний печени, стоит избегать травмирующих ее факторов. К ним относятся нарушения правил приема медикаментозных препаратов и токсическое воздействие на организм, вирусная атака, неправильное питание и самая распространенная причина развития заболеваний печени – злоупотребление алкоголем. Существует такое понятие, как риск возникновения заболеваний печени, но он связан здесь с частотой, длительностью употребления, количеством выпитого, возрастом. То есть показателей много. Основной из них – это доза употребления, это 150, если пересчете на водку в день мужчинам, и до бутылки водки в неделю для мужчин, и 100 граммов водки с женщинам и до 250 в неделю. Это низкий риск возникновения, но он есть. Мы о безопасном употреблении, такого понятия вообще не существует. То есть алкоголь – это яд, высокотоксичный. Летальность от именно заболеваний печени, всех заболеваний, до 40% составляют заболевания, связанные с употреблением алкоголя из-за этого количества. Систематическое употребление алкоголя может спровоцировать возникновение серьезных заболеваний печени, гепатоз, гепатит и других. Кроме этого, существует и ряд побочных заболеваний, которые развиваются на фоне заболеваний печени. Печеночная токсическая энцефалопатия, то есть уже изменяется интеллект, память, могут быть психотические симптомы, какие-то изменения поведения. То есть это уже на фоне заболевания печени, то есть само заболевание вызывает такие последствия. Затем изменение функции печени по действиям алкоголя снижает выделение вещества, влияющего на функцию легких. То есть если люди пьют часто, то они часто болеют простудными заболеваниями, воспалением легких и может возникнуть даже онкозаболевание легких на этом фоне. Стоит отметить, что условие часто и в большом количестве употреблять алкоголь является необязательным для возникновения заболеваний жизненно важного органа. Порой достаточно один раз переборщить с горячительными напитками и губительный механизм будет запущен. Существует понятие суточной ферментативной нагрузки на печень. То есть, ну где-то, если взять, при счете на водку, это где-то бутылка водки в сутки. Больше печень по количеству ферментов не может выделить. Поэтому остальное все оказывает действие. Самоалкоголь не расщепляется. Но здесь бывают часто индивидуальные особенности. У кого-то больше этого фермента, у кого-то поменьше. Медики напоминают и о золотом правиле, о котором никому нельзя забывать. Не нужно ждать, когда печень заболит. Ведь боли в правом подреберье появляются только тогда, когда заболевание печени находится на серьезной стадии развития. Контролируйте свой рацион, избегайте нарушений правил приема лекарственных средств и исключите употребление алкоголя. В этом случае вы значительно снизите риск возникновения и развития заболеваний печени. Существует еще одна угроза для очистной станции человеческого организма. Это вирусная атака. Наверняка у каждого на слуху такие заболевания печени, как гепатит А, Б и С и другие. На сегодняшний день заражение вирусными гепатитами является мировой проблемой. Расчетные данные Всемирной организации здравоохранения подтверждают, что этими вирусами инфицированы сотни миллионов человек во всем мире. О причинных возникновения, симптомах и профилактике этих опасных вирусных заболеваний расскажем в ближайшие минуты. Из всех форм вирусных гепатитов гепатит А является самым распространенным. От момента заражения до появления первых признаков проходит от 7 до 50 дней. Опасно это заболевание тем, что первые признаки болезни схожи с обычной вирусной инфекцией. Подъем температуры, общая слабость, диарея, рвота. Еще одна разновидность гепатита – это гепатит Е. Заболевание по своим признакам схоже с гепатитом А, но начинается постепенно и несет особую опасность для беременных женщин. Встречается чаще всего в странах Средней Азии, в регионах субтропиков и тропиков. Что же касается гепатита А, то этот вирус встречается повсеместно. Те заболевания, которые вызываются вирусным гепатитом А и Е, это, так сказать, как бы кишечные инфекции даже. Они возникают при употреблении загрязненных продуктов, при несоблюдении санитарно-гигиенического режима, при немытие рук и в эпидемиологических регионах. По городу Новополоцку встречаются и вообще в мире встречается один-два случая на 100 тысяч населения. То есть это небольшая угроза населению по гепатитам А и Е. Наиболее опасные для человеческого организма формы вирусных гепатитов – это гепатит В и гепатит С. Заражение этими вирусами происходит парентерально, через биологический материал зараженного человека, например, кроз. Гепатиты В и С – это такие сложные гепатиты. Там недостаточно одной небольшой капельки биологического материала, чаще всего крови, чтобы произошло заражение. Поэтому они опасны для населения. В мире существует в настоящее время более 350 миллионов пораженных гепатитом В и 170 миллионов, около 170 миллионов с поражением гепатита С. Что касается гепатита В, то так называемый преджелтушный период длится от 7 до 12 дней. Изначально возникает слабость, недомогание, головные боли, чувство разбитости, возможен кожный зуд. При прогрессировании заболевания пациенты могут замечать потемнение мочи, возникает ярко выраженная желтуха, которая длится от 1 до 3 недель. Период выздоровления длительный – до 3 месяцев. 85% больных выздоравливают полностью, но если защитная реакция организма слаба, то вирус живет в клетках печени месяцами, годами или даже десятками лет. Что же касается гепатита С, то это одна из самых опасных и сложных форм вируса, которая серьезно травмирует печень человека. Чаще всего обращает на себя внимание желтушность кожных покровов, зуд, жжение, может быть, значит, расстройство стула, может быть, боли в суставах. Формы разнообразные. Нарушение функции печени поступает при этих заболеваниях. Появляются повышенные билирубины в крови, повышение трансаминаза, ланиновой, аспарагиновой трансаминазы. Ну и пациент попадает в руки врачей, и тогда проводится дополнительное обследование. Более 80% заболевших вирусом гепатита С становятся хроническими носителями вируса. Многие даже не подозревают об этом. Лишь малая часть пациентов с хронической формой гепатита С жалуются на низкую работоспособность. Обследование показывает слегка увеличенную печень и едва заметные отклонения от нормы в биохимическом анализе крови. В вопросе своевременного выявления вирусной инфекции гепатитов различной формы медики рекомендуют внимательно относиться к своему организму, замечать первые симптомы заболеваний и регулярно проходить обследование. При своевременном лечении вирусных гепатитов процент полного выздоровления достаточно высок. Препараты, пигелированные, интерфероны и противовирусные препараты прямого действия к вирусу гепатитов, значит, успешное лечение. Более 45% полное из лечения идет. Некоторых идет рецидивы, то есть клиникоферментативные какие-то обострения иногда бывают. Иногда приходится повторно проводить лечение. Ну, в общем-то, это эффективно и к этому надо стремиться. На сегодняшний день новополоцкие врачи говорят о том, что в городе уже на протяжении длительного времени не зарегистрировано ни одного случая смерти от заболеваний, вызванных вирусными гепатитами. Опасность вирусных гепатитов заключается только в том, что при несвоевременном выявлении и лечении опасных вирусов эти заболевания могут перерастать в онкологические заболевания печени. Для того, чтобы избежать возникновения гепатита любой формы, стоит придерживаться определенных правил. Избегать случайных половых связей, пользоваться персональными средствами личной гигиены, соблюдать санитарные нормы, мыть руки перед едой, не употреблять в пищу грязные овощи и фрукты. На этом у меня все. Правильно питайтесь, не употребляйте алкогольные напитки, соблюдайте правила личной гигиены и внимательно относитесь к порой незаметным сигналам, которые подает ваша печень. Это общая усталость, раздражительность, изменение цвета кожи. Вовремя проходите обследование. Соблюдая эти простые правила, вам удастся сохранить здоровье печени на долгие годы. Берегите свое здоровье. До встречи в августе. Субтитры создавал DimaTorzok